Михаил Михайлович Касьянов родился 8 декабря 1957 года в подмосковном поселке Солнцево в интеллигентной семье. Его отец был директором местной школы и учителем математики, а мама работала экономистом. Будущий российский премьер стал младшим ребенком и первым сыном у родителей, у него были старшие сестры Ирина и Татьяна. По национальности Михаил Михайлович русский. Интересно, что в его роду по материнской линии до седьмого колена были исключительно предприимчивые купцы и торговцы, люди с образованием и не лишенные смекалки. Школьные годы юного Михаила прошли так же, как и у многих советских детей. Учителя запомнили Касьянова как старательного и серьезного парня с высокой успеваемостью. Хороший аттестат позволил ему без труда поступить в Московский автомобильно-дорожный институт, но после двух курсов юноше пришлось оставить учебу и пойти отдавать долг родине. Служил будущий политик в Кремлевском полку, дислоцированном в российской столице. После демобилизации из рядов советской армии Михаил Михайлович устроился на работу в НИИ Газстроя СССР на должность старшего техника. Уже в молодости он проявлял себя как ответственный сотрудник. Его повысили до инженера и перевели на работу в аппарат Газплана РСФСР. В 1981 году Касьянов восстановился в МАДИ на вечернем отделении и окончил вуз в 1983-м, получив диплом инженера-строителя. Позже молодой специалист окончил высшие экономические курсы при Газплане СССР, что позволило ему взлететь по карьерной лестнице с инженера до начальника отдела внешнеэкономических связей Газплана, где в тот период его мать занимала должность старшего экономиста ведомства. В 1990-1991 годах Михаил Михайлович также занимал высокую должность в управлении внешнеэкономических связей Государственный комитет экономики РСФСР. После развала Советского Союза Государственный комитет экономики РСФСР был упразднен, а вместо него было создано Министерство экономики и финансов, которое возглавил известный реформатор Егор Гайдар. Под его руководством Михаил Михайлович остался работать в родном ведомстве с новым названием на должности замначальника отдела ВЭД. В 1993 году политик получил назначение в Министерство финансов РФ на пост главы Департамента иностранных кредитов, на котором ярко проявил свой профессионализм и целеустремленность. Тогда главным достижением Касьянова стала успешная работа по реконструкции государственного долга бывшего СССР и разрешению финансовых вопросов с иностранными кредиторами. В мае 1999 году неожиданно для всех Михаила Михайловича назначили министром финансов РФ, чему он не особенно обрадовался. В тот момент российский бюджет трещал по швам, но амбициозный политик решил не отступать перед трудностями и смело вступил на путь восстановления экономики страны. С приходом к власти Владимира Путина Касьянова назначили председателем нового правительства. На премьерском посту Михаил Михайлович представил план реформы системы федеральных органов исполнительной власти и правительства, который в 2002 году был утвержден президентом. Также с именем нового премьера связаны введения основных положений реформы электроэнергетики, налоговая реформа со снижением налога на добавочную стоимость. Кроме этого, на посту премьер-министра РФ Касьянов стал инициатором перехода воинских частей постоянной готовности на контрактную основу, реформ ЖКХ, что вызвало недовольство у некоторых политических партий, решивших вынести главе правительства вотум недоверия. Но он провалился, так как не удалось набрать нужное количество голосов среди депутатов Госдумы, что практически проигнорировал политик, даже не явившись в Госдуму в момент голосования. После отставки политическая биография Касьянова резко изменилась. Михаил Михайлович занял роль критика власти, вступил в общественное движение Российский народно-демократический союз и занялся независимым консультированием по финансовым и правовым вопросам. В 2009 году экс-премьер стал автором публицистической книги «Без Путина». Политические диалоги с Евгением Киселевым. Как и обещало название, на страницах книги Михаил Михайлович и Евгений Киселев дискутировали, вспоминали советские годы и анализировали главные события последнего столетия. В 2010 году бывший российский премьер со своими соратниками Борисом Немцовым, Владимиром Миловым и Владимиром Рыжковым организовал коалицию за Россию без произвола и коррупции, которую позже преобразовали в партию народной свободы, Парнас позднее став ее лидером. Оппозиционер категорически не одобрял политику России в Украине, считая, что Москва аннексировала Крым. Также экс-премьер был недоволен действиями РФ в грузинском конфликте 2019 года. Он утверждал, что действия по экономической блокаде Грузии после случившегося инцидента на телеканале Руставе-2 с агрессивным высказыванием в адрес Владимира Путина только подтверждают бессилие российской власти, которая методом удушения пытается втянуть эту страну в орбиту Москвы. В отношении Запада, по мнению Михаила Касьянова, Россия выбрала путь самоизоляции, который становится для нее тупиковым. В последующие годы политик неоднократно давал интервью различным YouTube-каналам и изданиям, где делился взглядами на происходящее в мире. Касьянов выступал и с критикой экономической политики, проводимой в стране. По мнению Михаила Михайловича, созданная в России система распределения бюджетных средств неэффективна и приводит к стагнации в экономике. По словам Касьянова, президент не имел четкой программы, нацеленной на исправление ситуации в целом, а система национальных проектов необходима только для освоения средств из госказны. В 2016 году Михаил Касьянов стал участником громкого скандала. Еще 11 декабря 2015 Алексей Навальный, внесен расфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, объявил, что Михаил Касьянов возглавит коалиционный список на выборах в Госдуму. С этим событием оппозиционеры и связывают дальнейшие провокации вокруг Касьянова. 1 апреля 2016 года телеканал НТВ показал фильм «Касьянов день», куда вошли интимные сцены якобы Михаила Касьянова и члена Парнаса Натальи Пелевиной. Также в фильме включили разговоры, в которых политик негативно отзывается об оппозиции и собственной партии. После этого 12 апреля заместитель председателя Парнаса Илья Яшин даже поставил вопрос об отказе Касьянову в квоте на первое место в списке партии на выборах в Госдуму. Но бюро федерального полицовета встало на сторону председателя. Также в этот период Михаил Касьянов заявил, что получил многочисленные угрозы об убийстве. Например, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в Инстаграме, соцсеть запрещена в России, она принадлежит корпорации МЭТа, которая признана в РФ экстремистской, в виде, в котором лицо Касьянова появилось в прицеле винтовки. Политик связал эти угрозы с решением возглавить список Парнаса на выборах в Госдуму. В 2016 году в Страсбурге Касьянов пообещал советнику украинского президента Петра Порошенко Мустафе Джимилеву, который является инициатором крымских блокад «Вернуть Крым Украине». Такие заявления вызывали возмущение в российском обществе, результатом чего стали неоднократные нападения на политика. Так, в столичном ресторане Касьянов попал под прицел торта, а через день оказался под яичной экзекуцией. Также неизвестные распылили перцовый спрей во время встречи Михаила Михайловича с активистами в Санкт-Петербурге. А во время марша памяти Бориса Немцова в Москве политик возглавил одну из колонн. Во время шествия на политика напал мужчина и прыснул Касьянову из шприца зеленкой в лицо. Политик не стал подавать заявления на обидчика. Личная жизнь Михаила Касьянова не настолько примечательна, как его политическая карьера. Политик женат на своей школьной подруге Ирине Борисовой. Супруга экс-премьера, не публичная личность. Ее фото редко мелькают в прессе. В свое время дама окончила МГУ, получив специальность экономиста. Преподавала в ВУЗе политэкономию. В семье Касьянова родились две дочери, в 1984 году Наталья и в 2005, Александра. Рост политика, 178 сантиметров, в свободное от работы время оппозиционер увлекается путешествиями, охотой, горными лыжами, теннисом и вентсерфингом.